Книга открытым оком. Тема ереси секты. Вопрос 435. Можно ли прельститься, читая или слушая Александра Мене? Отвечает Игнат Тихонач Лапкин. У меня есть несколько монитофонных записей. Я сам лично брал у него интервью по многим вопросам. У меня было записано у них в храме около 25 часов проповедей. В одном вопросе я спрашиваю, если бы сейчас вы узнали точно, что будете мучиться в вечном огне за свои книги, то сожгли бы их? И он, не отвечая прямо на вопрос, говорит. Я недавно во дворе в собственном крематоре сжег около 2000 страниц. На некоторые вопросы, что видно из монитофонных записей, он как бы смеясь, закрывал ладони микрофон, пытаясь отнять его у меня, и говорил. Ну и интервью. В произведениях его встречаются вещи не только соблазнительные, но даже антихристианские. Даже в сыне человеческом. Одной из лучших его книг, его книги-проповеди, слова лично на меня никак не подействовали отрицательно. В храмовых проповедях я ни разу не встретил никакой ереси. За его мученическую кончину да простит ему Господь Бог, его вольные и невольные заблуждения в писании и учении. Я молюсь о нем и скорблю. Он был абсолютный экуминист, сильнейшим наклоном к католицизму. Это для меня неприемлемо. Я ему о том говорил. Хорошо знаете священное писание, и вам никто не повредит, и никто вас никогда не прельстит. Марка, 16 глава, 18 стих. Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы.